Привет! Меня зовут Иван, и ты на канале Ювиатор. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как пошагово самостоятельно получить шенгенскую визу. Итак, если ты взрослый работающий человек, то тебе необходимо всего 10 документов. Первые два документа – это загранпаспорт и общегражданский паспорт. Не забудь сделать копии всех заполненных страниц общегражданского паспорта. Третий документ – это анкета. Четвертый документ – это справка из банка о наличии средств на твоем расчетном счете для поездки. Пятый документ – это справка с места работы. Шестой – это авиабилеты, либо если ты едешь на машине, то все документы на автомобиль с приложением маршрута. Седьмой – это бронь жилья. Восьмой – страховка. Девятый – фотографии. И десятый – согласие на обработку данных. А теперь поговорим обо всех этих документах более подробно. С первыми двумя документами мы с вами вроде как разобрались. Что касается третьего анкеты, то заявление на визу обычно унифицировано, но могут быть свои особенности. Поэтому лучше посмотреть образцы и почитать правила. Образцы обычно выкладывают вместе с бланками. Образец одной из таких анкет я приложу в описании к этому видео. Хочу вас предостеречь от вранья, потому что визовые офицеры всегда проверяют информацию, которую вы подаете в своих анкетах. И если выяснится, что вы где-то соврали, вас ждет отличный отпуск на курортах Краснодарского края. Поговорим о твоей финансовой состоятельности, то есть о справке о наличии денежных средств на твоем расчетном счету. Визовому офицеру будет достаточным, если ты укажешь 50-60 тысяч рублей на своем расчетном счету на недельную поездку. Для того, чтобы получить справку из банка, нужно просто положить деньги себе на расчетный счет в указанном количестве, потом прийти через три дня, заказать справку для шенгенской визы и можно снимать деньги, подавать справку в визовый центр. На кого работаешь? Справка с места работы. Справка с места работы выдается по месту вашей работы, будь то ООО или ЕП, но справка должна быть на фирменном бланке, на ней должна стоять печать и подпись ответственного лица. В справке должна указываться ваша зарплата и ваша должность. В случае, если вы нигде не работаете, справка, соответственно, не предоставляется, но должно быть спонсорское письмо от того, кто вас спонсирует. Думаю, что ваша компания обязательно пойдет вам навстречу, даже если вы работаете неофициально, потому что дальше визового центра эта справка все равно никуда не пойдет. В крайнем случае вы можете обратиться к какому-нибудь из своих знакомых или ЭПшников или тех, кто имеет доступ к руководителям ООО. Думаю, это не очень сложно. Авиабилеты. Авиабилеты в идеале, конечно, лучше купить. Если такой возможности нет, то есть несколько вариантов. Первый. Некоторые авиакомпании держат бронь до 10 дней. Это такие, как Люфтганза, Катар, либо Turkish Airlines. И 10 дней, в принципе, за глаза хватит, чтобы получить визу. Ну, или можно обратиться в туристическое или визовое агентство, которые сделают вам такую бронь за 300-1000 рублей. И предъявлять эту бронь. Стоит учесть, что некоторые посольства не принимают бронь, а принимают только оплаченные билеты. Так же, как и со следующим нашим пунктом. Броню жилья. С броню жилья у нас все намного проще. Конечно, в идеале, опять же, вы должны забронировать, оплатить и предоставить оплаченные брони отелей, либо апартаментов через Airbnb. Но, если вы не можете пока по каким-то причинам оплатить себе проживание, вы можете на легендарном букинге просто взять и забронировать без предоплаты. И эта бронь прокатывают в любом визовом центре. Следующий пункт у нас страховка. В принципе, для получения шенгенской визы достаточно застраховаться на сумму 30-1000 евро. Просто стоит учесть, что на 30-1000 евро помощи вы получите. Ну, надеюсь, конечно, что с вами ничего не случится. Поэтому я рекомендую страховаться на 100-1000 евро, чтобы ваша защищенность была максимальной. Для того, чтобы сравнить стоимость и количество опций той или иной страховой компании, вы можете воспользоваться ссылкой, которую я оставлю в описании к этому видео. Тем более, по цене это будет совсем в копейки. Очередной пункт – это фото. Фотография – это самое простое, наверное, что только возможно из этого списка. Сфотографироваться вы можете в любой кабинке, в любом фотоателье, либо вообще в визовом центре при подаче. Там это будет быстро, недорого. По-моему, это стоит около 100 или 200 максимум рублей. И делается за 2-3 минуты. С согласием на обработку данных тоже все просто. Вы подписываете документ, что вы согласны с тем, что ваши данные в визовый центр обработает. Сам бланк вы можете скачать также по описании, по ссылочке внизу, либо с любого сайта любого визового центра. Они тоже унифицированы. Если вы делаете визу впервые, вам придется откатать пальчики. Но для этого никакой подготовки не нужно. Вас направят прямо в визовом центре. Сколько же все это будет стоить, спросите вы? 35 евро стоит виза. 70 евро стоит срочная виза. Но, по моему опыту, ни разу я не ждал дольше 5 дней. В основном все укладываются в 3. Больше я скажу, если вы лично приносите документы в визовый центр, и курьер потом доставляет вам их на дом, мне лично это обошлось в 5200 рублей. Это визовый центр Германии в городе Москва. Закончим, пожалуй, на этой ноте. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Если не понравилось, ставь дизлайк. Но, блин, я старался. Серьезно старался. Ну, набившую оскомину фразу о том, что там колокольчик, подпишитесь на канал, я уже говорить не буду. Думаю, и так догадаетесь. Ну, а если есть вопросы, задавайте их в комментариях, обязательно отвечу. Кстати, все полезные ссылки я оставлю в описании к этому видео. И более того скажу, я всю информацию объединил в один большой документ. Если вы больше любите читать, чем слушать, вы можете просто скачать его по одной из ссылок в описании к этому видео и сделать все прямо по шагам. Ну, наверное, на этом все. Донатите! Любите друг друга. Всем мир!